В Непре я далеко не первый раз, мне всегда приятно здесь появляться, особенно когда люди с тобой практически не знакомы, вот все равно приходят, говорят, ну, наверное, что-то интересное, да? Ну, приятно, да? А приехал я по причине того, что вот в канун Нового года вышла моя новая книга, о которой я, собственно, расскажу, и есть несколько экземпляров предыдущей, порядка 300 с чем-то там, точно не скажу, экземпляров, за полтора года ушло, допечатывать не стал, потому что уже вышла новая, но есть еще немного экземпляров предыдущей книги. И есть еще книга, изданная в Киеве, коллективное издание пятерых авторов, в том числе с моим участием, о чем тоже чуть позже скажу. В 98 году, примерно себе представляете, период, да, там дефолты, кризисы всякие, вот в этот момент я уже успевший получить какое-то количество лауреатов, какое-то количество дипломов, и при этом понимающий, что я хочу идти дальше, потому что надо, потому что хочется, потому что могу, потому что вроде как людям интересно, я говорю, ну, наверное, надо как-то выходить в люди на предметном уровне, я выпускаю свой первый сборник стихов, тогда он был выпущен полностью на собственные деньги, вот, я начал его продавать на своих выступлениях, и с того времени мне почему-то понравилось. Продавать? Продавать. Все, нет, все, обратите внимание, я ни одну ситуацию не воспринимаю как частный случай, это все часть единого процесса, просто для того, чтобы все воспринимать как часть единого процесса, мне в свою очередь тоже понадобилось очень много лет, сил, времени, чтобы это все собрать до кучи. В какой-то момент собрал, и вот с того времени, уже в то время это был, в общем-то, образ жизни, а с того времени это стал еще и определенный вид деятельности. Я живу постоянно, выступая, публикуясь, выпуская книги, приезжая на фестивали, организовывая какие-то литературные мероприятия, при этом, опять же-таки, есть какой-то финансовый момент, например, концерты могут иметь платный вход, например, я могу там продавать те же книги, но при всем при этом, эти мои стихи можно спокойно читать в фейсбуке, пожалуйста, то есть, кому нужно вот так, вот так, кому-то интересно приходить в библиотеку, кому-то интересен формат арт-кафе, в Харькове, где, думаю, в Днепре тоже достаточно большое количество мест, куда можно прийти, собрать людей, чай, кофе, капучино, еще что-то там, кто-то со сцены вещает. Некоторых это коробит, я не пойду туда выступать, там они кофе пришли, а некоторым, наоборот, классно, движняк, сам стоит на сцене, непонятно, что пьет, и тоже хорошо к теме. Кому что нравится, вариантов много. Вот, тут, опять же-таки, главное, чтобы эти интересы совпали. Мне все-таки ближе к камерной атмосфере, я все-таки больше тяготею к академизму, возраст тоже такой, консервативный немножко стал. Я, я, нет, я преувеличиваю на самом деле, ну, бог с ним, так или иначе, и новая книга точно так же, я не нарушаю традиции, она точно так же была издана за собственное средство, я получил гонорар за участие в одном тренинге, тут начинает расти курс доллара, я понимаю, что в следующий раз у меня какая-то такая сумма на руках денег скупится неизвестно когда, а не взять ли и напечатать книги, ну, деньги все равно проем, проем. Вот, поэтому я перед Новым годом затянул пояс, сказал, пусть будет новая книга, и она появилась. Вот, книга отлична от предыдущих тем, что я впервые опубликовал свою прозу. До этого я свою прозу печатал только фрагментарно, в каких-то периодических изданиях с очень малым тиражом, и многие мои знакомые знают, что у меня где-то там проза есть, и она давно вновь пишется. Ну, про нее мало кто, мало кто ее читал, я говорю, ну, пусть будет теперь еще и проза, да, а заодно мне интересно, что вы потом мне об этом скажете. Мне уже сказали, тебе надо писать детские сказки, я уже услышал, получил хорошую обратную связь от тех, кто уже успел это прочесть. Вот, но при всем при этом презентация книги, она абсолютно не означает, что я это делаю как ярмарка, приехал тут распродаться. Нет, я приехал с презентацией книги, многие презентацию подразумевают в контексте сетевого маркетинга. Презентация Гербалайфа, и быстренько тут вот запись купили, продали, ящик принесли. Нет, с книгами все не так. Но я думаю, вы прекрасно понимаете, что в сфере культуры и искусства, в принципе, вот эти все коммерциализированные процессы, они, ну, как бы подразумеваются, потому что кушать же все хотят, но все равно на этом много не заработаешь. Если какой-нибудь молодой автор говорит, сейчас начну книжки выпускать, он, короче, уже делает, и я начну. Не советую, вот честно, не советую. Вот, надо было начинать лет 30 назад и вообще в совокупности со всеми элементами системы, а не только какой-то одну деталь. Вот, но тем не менее, я все равно уже другим не буду, даже если это не будет приносить никакой, ну, все равно это буду делать, потому что, ну, живу я так. Вот, что касается самой книги, она была издана в Харьковском издательстве, которое называется «Контраст», тоже забавная ситуация. До меня они не издавали художественную литературу, промышленная печать, календарей, блокноты, буклеты, меня туда привели. Вот, поэт, редактор, ну, издатель, хозяин, почитал, сказал, а давайте. Вот, сегодня звонил мне, я хочу с вами поговорить о работе еще какой-то. Ну, хорошо, приеду, поговорим. Что-то его зацепило, не знаю, я не могу сказать, что и не знаю. Может, зацепило наоборот из серии, чтобы ты не приходил больше. Не знаю. Я бы, я хотел вам сказать. Да, так вот, ну, опять, шутки шутками, но так или иначе, вся идея сводится к тому, что мир меняется, соответственно, требуются какие-то... Вот с Натальей вы сегодня говорили об этом, и до этого не только с ней на эту тему. Мир меняется, соответственно, требуется что-то менять и в нашей жизни, потому что жизнь на сегодняшнем дне не заканчивается. Вконтакте у меня в статусе висит, что бы ни случилось, утром взойдет солнце. Делай, что хочешь, солнце взойдет на рассвет. То есть, что бы ни произошло сегодня, все равно наступит завтра. Поэтому книга называется «Надлом». Что вкладывалось мною в само название, в саму идею? Представьте себе абстрактно какого-то персонажа, человека, образ, личность, который проживает какой-то определенный кризисный период. И здесь не только ассоциация с тем, что сегодня происходит в нашей стране. Это, наверное, был самый сильный толчок, такая прямая связь ассоциативная, но по большому счету и не только это. Проходит какой-то определенный кризисный период. Человек его проживает и идет дальше. С одной стороны, он как бы не сломался, его не убили, он не умер, он выжил. И поэтому вроде бы все хорошо. Но с другой стороны, вот этот надлом, он уже помнит. Он уже знает, что там внутри шрам, и он все время будет об этом помнить. И что бы там ни случилось, а оно все равно уже осталось. И вот с этим нужно жить дальше. Вот основная идея, которую я хотел передать в своей книге, это то, что после любого надлома человек должен подниматься и идти дальше. Все мои персонажи, собственно говоря, так и делают. Что бы ни случилось, они не просто выживают, они выживают и становятся сильнее. Но остается вопрос, какой ценой им это. И вот тут, конечно же, каждый для себя отвечает сам. Я начну со стихотворения, которое, собственно, открывает книгу. Оно было написано еще в тот момент, когда делалось предыдущее. Предыдущее я печатать не стал, потому что в стихотворении есть слово «хунда». А я подумал, что у нас в силу определенной ситуации определенные социальные слои могут определенным образом неправильно среагировать. Ну, как бы и сказал, нет, пока не надо. Потом думаю, нет, ну, всегда были, есть и будут люди, которые любое слово будут трактовать не так, как оно в словаре обозначено, а так, как это соответствует реалиям повседенности. А ты спрячешься, зачем это делать? Поэтому я говорю, ну, стих уже есть, есть, он тебе нравится, да. Ну, вот с него и начинай. Человек не меняется в сути своей никогда. Даже если ты веришь в него до последнего вздоха, но предатель предаст, несмотря на любую эпоху. А убийца убьет, и подлец не сгорит от стыда. Человек не меняется в сути. Вот в этом секрет. Бунтари будут всюду искать только повод для бунта. Если Оруэлл в доме, повсюду мерещится хунта. Что не значит, однако, что хунты действительно нет. Человек не меняется в сути. Вот в этом и суть. И на чем бы какое у нас не росло поколение, но герой остается героем в любом измерении, а идущий всегда без сомнений продолжит свой путь. Так поэт остается поэтом. И будет строка высекаться на камне, гореть, извинеть, как скрижали. Видишь тот каземат? Там когда-то поэта держали. Казематные стены исписаны до потолка. То есть каким-то образом однажды... Ну или туда, если... Спасибо. Не обращайте внимания. Я много раз говорил, и вам могу тоже сказать. Я вообще очень люблю выходить на сцену. Честно. Большая часть того, что у меня получается и получается хорошо, это заслуга того, что я это делаю абсолютно искренне. Я вышел на сцену, но мне уже кайфовало. Вот два человека в зале или 50, возраст, социальный слой, студенты или еще. Не важно. Мне нравится. Просто я вышел, я получаю от этого удовольствия. Я стараюсь этим удовольствием поделиться с людьми. Вот если этого ощущения... Это уже так, просто философская мысль. Если этого ощущения нет, мне кажется, на сцену вообще выходить не стоит. Но это частное мнение. Да. В августе прошлого года в Харькове, в Музее знаменитых харьковчан имени Клавдия Шуженко, состоялась моя литературная программа, которую я назвал «Стихи из-под панциря черепахи». В чем была идея? Есть некий... Ну, для меня это архетип. Это черепаха, да? Это некое древнее существо, которое знает все. Потому что оно изначально. Оно древнее, оно все знает, оно все понимает. Но оно, зараза, делает такую штуку. Если его спросить, оно ответит. А если его не спросить, нет, оно себе поползет сюда дальше. И задача научиться задавать ему правильные вопросы. Правильно спросишь, оно правильно ответит. Все знает. Но оно не будет говорить само, потому что ему не надо, оно уже... Я говорю, оно это кустово, да? И вот в какой-то момент я задал вопрос вот этой своей внутренней черепахи. Я это так называю, внутренней черепахи. Она там внутри меня сидит. У вас, может быть, это что-то другое, не черепаха вообще, я не знаю, там что-то. Но оно наверняка и у каждого из вас тоже есть. Я его спрашиваю. Я говорю, ну вот плохо, ну проблемы, ну вот хрустнуло в десяти местах сразу. Что делать? И черепаха мне говорит, ну вот представь себе, кирпичный уклад, дом, да? Ты берешь кувалду и... Вот треснуло, все, ломай дом, сноси под фундамент, строй новый. Выдержало, все, нормально, можешь жить дальше. То есть иногда даже хорошо, что треснуло. Хорошо, что ты об этом узнал сейчас, а значит оно не имело такой ценности и значения. Слава Богу, что кто об этом узнал до того, как оно тебе завалилось на воду. То, что выдержало, оно все равно рухнет рано или поздно. Вечного ничего нет, но по крайней мере оно простоит дольше. Поэтому, если в силу твоего надлома у тебя что-то там пропало, поломалось, испортилось, туда ему и дороже. А если оно выжило, то оно стало только сильнее, и именно поэтому оно и обладает для тебя какой-то ценностью. И может оказаться, что истинной ценностью как раз обладает не то, о чем ты думал, а то, на что ты до этого момента не обращал внимания. Вот поэтому я прочту собственный стих об этой своей черепахе. Я ее просто люблю. И для меня она действительно не только как образ из этого стихотворения, но и как что-то более глубинное. Это что-то, к чему я обращаюсь в себе и у чего всегда есть правильные ответы. Нужно правильно спросить. Она проползает по берегу, камешками шурша. Движется словно время, уверенно, но не спеша. Ей ничего не найдено и ничего не потеряно. А может быть, все иначе? Медленно, но уверенно. Она об этом не думает. Просто ползет и все. Знает время приливов, свой дом на себе несет. Ведома внутренним компасом через тюленье стада, знает, где юг, где север. А больше ей и не надо. Многие меня спрашивают. Ты никуда не спешишь? А как же карьера, деньги, слава или престиж? Разве тебе не хочется масштабности и размаха? Хочется. Но я уже видел, как ползет черепаха. Я отвечаю, конечно, все брошу и побегу. И остаюсь с черепахой на каменном берегу. Где-то в карьере и славе тают размытые лица. Что она знает такого, чему бы я хотел научиться? Вот что мне непонятно. Ей миллионы лет, а после смерти глупая не оставляет след. Может, свой след оставить не входит в ее задачи? А может, она это делает как-то совсем иначе? Лица снова выныривают. Ну что ты опять застрял? Разве тебе непонятно? У каждого свой ареал. Пора возвращаться в город. К ночи вода прибывает. Слушай, мы еще встретимся. Черепаха кивает. То есть она не приходит просто так, потому что ей делать нечего. Так, вари борщ. Так, помой руки. Так, а что у тебя волосы длинные? Ей это без разницы. Но если ее в нужный момент позвать и сказать, вот таки действительно надо, скажи, пожалуйста, ну вот так надо. Да, более того, мы можем думать, что нам это надо. А на самом деле оно может быть и не настолько нужно. Вот она всегда знает, что надо, а что нет. И она всегда даст правильный ответ. Собственно говоря, на этом, как мне бы хотелось, не знаю уж на сколько это получилось, построена основная две книги. Есть какие-то вопросы, которые могут быть болезненными, проблемными. Но если ты на них честно отвечаешь, любой шрам заживает. Рано или поздно. Ну, память о нем, конечно, остается, что-то там в подсознании, болит неприятные воспоминания. Но так или иначе, все равно наступает завтра. И вот с этим прожитым, проработанным состоянием, прохождением через какие-то проблемы, ты входишь в завтрашний день сильнее, чем ты был во вчерашнем. Единственное уточнение, поправка такая, но это уже из серии этики, не за счет других. Вот за свой счет, пожалуйста, сколько угодно. За счет других это уже совсем другая ситуация. То есть, если тебя это сделало сильнее, и ты внутренне вырос, это правильно. Но если ты выжил за счет того, что кого-то потопил, это уже другая ситуация, и относиться, конечно, к ней нужно совсем по-другому. Достаю из кармана блокнот. Адреса, телефоны. Очень часто по прозвищу. Ёжик, бродяга, патрон. Видно, с возрастом память включает другие законы. Помнить прозвище проще. Оно отражает нутро. Достаю из кармана потрепанный доллар бумажный. Я в Америке не был, и что мне затейливый мир. Но однажды туда улетела... А, впрочем, не важно. Улетела и ладно. А доллар давно сувенир. Мои нервы давно не нуждаются в острой щекотке, а под сердцем все чаще какой-то навязчивый шум. Достаю из кармана почти неразлучные четки. Сколько раз и рвались, и чинились, а вот на шум. Достаю из кармана мобильный, ключи, сигареты. Два десятка монет разнеслись по столу, как табун. Я смотрю на такие банальные с виду предметы и пытаюсь понять, как однажды собрал их судьбу. Я обещал выполнить просьбу одного из присутствующих, тем более, что оно в тему. Наверное, самый большой надлом, который произошел в моей жизни, состоялся в 98-м году, когда моя гражданская жена уехала в Соединенные Штаты. Что произошло? Все сошлось в одну точку. У меня нет работы, у меня нет образования, у меня нет диплома, того нет, сего нет, в стране кризис дефолт, а тут еще любимая женщина бросает. Причем женщина, занимавшаяся музыкой, с абсолютным музыкальным слухом, то есть такой же, да, творческий человек, уезжающая с фразой «Тут ловить нечего». То есть мне, как поэту, вот так вот еще и бум-бух, кирпичом в голову, все, ты приплык. Ну и, собственно говоря, после этого было очень много, ну, наверное, один из самых, как это ни странно, с одной стороны, самых печальных периодов в моей жизни, но с другой стороны, и самых плодотворных. Я загружал себя работой, просто чтобы не сойти с ума, не сошел. Хотя, нет, не знаю. Может, сошел, но я как-то вот этими глазами этого уже не вижу. Но в 2001 году было написано стихотворение, которое называлось «Письмо бывшей жене в Нью-Йорк». С него открывался сборник 2002-го, «Русский дзен». Вот. Это вот такой период моей тусовочно-хиповской, такой бурной жизни. Там не про все дочке расскажешь. Вот. Ну, это правда. Но с другой стороны, это действительно было состояние проработки. Если бы я вот тогда надломился, сломался совсем, я думаю, что многие бы сказали, ну, да, да, ничего удивительного, вполне логично. Вот. Я не просто выжил. Я выжил, еще выпустил книгу, которая открыла это стихотворение. Я собой горжусь. Вот. Но по большому счету, для меня это стало примером того, что нерешаемых ситуаций нет. То есть, когда человек говорит, у меня нет сил, у меня нет возможности, я не могу, я говорю, ребят, мне такое не рассказывать. Я на своем примере знаю, как это делается. Но это частное мнение, опять же, можно не разделять. Письмо бывшей жене в Соединенные Штаты. Словно эльф в объятиях пьяного орка, словно дерево, высохшее на корню, русский бард бредет по дорогам Нью-Йорка, перешагивая со стрита на авеню. Мы привыкли к тому, мы привыкли к тому, что реальность сурова, постоянно давая отпоры врагам. Здравствуй, Инка. Прости, что так долго ни слова. Твой отъезд хорошо заданул по мозгам. Я впоследствии многое думал об этом. И хоть чувства казались нам так горячи, интересный союз музыканта с поэтом был не вечен по целому ряду причин. Час настал, и уже не спасала и вера. А долги прижимали хоть волком за вой. Не последнюю роль здесь сыграла карьера, а вернее отсутствие таковой. Ты считала, хоть наши потуги красивы, хоть искусство, конечно, и разум, и свет, у талантливых личностей нет перспективы. Потому что... А дальше цитаты газет. Про валюту, про банки, про рынки, кредиты, про налоги, которые бьют на повал. Мне порой хотелось сказать, да иди ты. Но, наверное, я в чем-то тебя понимал. Ты уехала. Время помчалось по кругу. И, утратив реалии стольких вещей, я с тобой утратил не просто подругу. Я утратил идею искусства вообще. Денег не было. Впрочем, проблема не в этом. Я, конечно же, мог бы пойти на лоток контролером в трамвай, но остаться поэтом после этого я бы, наверное, не смог. Парадокс. Ни калека, ни лох, ни бездельник. А в карманах лишь ветер гуляет между дыр. И однажды, устав от отсутствия денег, я, собрав документы, потопал вовир. Мол, искусство стране подымать неохота? Дескать, банки нужны, а поэзии нет? Ну и ладно, даёшь корпорейтед такой-то. В самом деле, подумаешь, просто поэт. Я по лестницам брёл, как в бреду на вождение, добивая пороги старался, как мог. Вдруг с вершины какого-то учреждения я увидел весь город, лежащий у ног. От судьбы иногда не дождёшься подарков, а порой как повалят опять и опять. Я увидел не просто любимый свой Харьков, я увидел всё то, что хотел потерять. Было лето, и парка зелёная грива стольким птицам дарила тепло и жильё. Шли студенты и пили роганское пиво. Вроде мелочь, а всё же родное. Своё. И один паренёк из разряда эстетов улыбнулся, я думал, сначала не мне. И я вас знаю, вы этот, из классных поэтов, ваша книга, автограф. А можно жене? Вы поэт, вы, наверное, верите в чудо. Мы ведь с вами по духу не так далеки. Мы с женой хотели уехать отсюда, но друзья подарили нам ваши стихи. Он смущался, расстёгивал жёсткий свой ворот, говорил, что искусство вовек не унять. Я увидел не просто любимый свой город, я увидел, а, впрочем, тебе не понять. Мне бы имя твоё в чистом золоте высечь, мне бы звёзды тебе постелить на траву. Славься, Хайков, каких-то там новых тысяч я сегодня с друзьями в тебе живу. Я люблю тебя всяким, уставшим, угрюмым. За улыбчивость дам, за мужской разговор. И покуда гитарные слышатся струны, и покуда из хара пылает костёр, и покуда нам дышится здесь и поётся, и покуда поэзией тянется нить, место каждому в городе там найдётся. Каждый сможет себя для людей применить. И покуда политики и меценаты будут верить в искусство, как в солнечный свет, мы богаты. Наверное, очень богаты, потому что нужны и банкир, и поэт. Я, конечно же, выбрал нелёгкую долю, и порой бросает то в холод, то в жар. Знаешь, Инка, я новую книгу готовлю, и, конечно, найдётся тебе экземпляр. И, забившись под пальму, что мне было жарко, ты прочтёшь через год, через тысячу лет том поэзии. Город издания Харьков. И, конечно, с автографом. Русский поэт. Ну, и, собственно, сейчас, уже много лет спустя, когда выбор является уже не по принципу «выживу несмотря ни на что, вопреки всему и на зло всем», когда это уже давно выбор осознанный, когда ты это делаешь не потому, что что-то там в левой пятке зачесалось, а потому, что ты считаешь, что это действительно правильно. Когда ты можешь объяснить, почему это правильно, но почему-то в этот момент желание объяснять уже пропадает. Просто продолжаешь это делать. Сейчас появляются уже совсем другие вещи, и они не то чтобы подводят черту, они просто говорят о том же самом, но на каком-то другом уже уровне. Вот стихотворение из этой книги, которое я сейчас прочту, оно называется «Марафонец». Помните битву на марафонской битве? Греки с персами воевали, и когда греки победили, один из товарищей после продолжительного боя побежал в Афины, чтобы сообщить о том, что они победили. Это после. И слава, и честь, и хвала нараспев. А пока что последние стрелы по вражеским спинам. И помчался солдат по крутой каменистой тропе сообщить о победе над персами, ждущим Афином. Если логику хочешь в поступке найти, не ищи. Здесь, наверное, включаются силы другого закона. Добежал и упал. Но пред смертью успел сообщить, что повержены персы сегодня в полях марафона. А теперь на минуту представьте. Все было не так. В этом мире давно интернет, электронная почта, СМСки недорого, а просто потратил пятак. И пошла информация. Быстро, надежно и точно. И уже обсуждениями полнится созданный чат. Победили? Действительно. Дали врагам утереться. Вот. Бежал бы солдат, если б знал, все равно сообщат. И бессмысленен подбег конца, надорвавшего сердце. Мы уже не проверим. Не сможем вернуться назад. Да и вряд ли сегодня понятны такие задачи. Почему он хотел побыстрее об этом сказать? Если сутки спустя, разве стало бы что-то иначе? Видно, дело не в персах. И даже не в том, что война завершилась победой и больше не гибнет пехота. Есть особые люди, всегда и во все времена, что бегут сообщить ожидающим главное что-то. И не важно при этом, что есть под рукой телефон, и что завтра полмира прочтет популярные теги. Есть такая порода, идущая на марафон, руководствуясь чем-то вне логики в этом забеге. Очень приятно, что вот эта связь, она не обрывается. За последние полтора-два года я в Харьков познакомился с очень большим количеством молодых авторов. некоторых из них даже успел свозить на какие-то там другие фестивали в другие городах. Очень приятно так вот чувствовать себя опекуном, такой вот этих вот юных поэтов. Приятно, да? Особенно приятно, когда идет обратная связь, когда люди, там еще какие-то дипломы, лауреаты становятся, чего-то там. На самом деле важно не это, а то, что ты понимаешь, что то, что ты делаешь, оно не пропадет бесследно. Вот посеял зерно, оно же должно зайти, правильно? Если посеял без цели, чтобы сходило, ну тогда все равно. Но когда делаешь сознательно, вот я вот эти вот шесть соток, вот хочу картошку, да? А там тыквы повырастали. Ну, в принципе, тоже неплохо, но хотелось картошку. Вот. И когда она таки вот сходит и что-то там взреет, вот говоришь, ну классно, да? Даже если я ее сам есть не буду, может мне и картошка-то не нужна. Ну вот процесс приятно. Я хочу прочесть стихотворение, посвященное одному харьковскому автору, Анастасии Лобановой. Чем для меня человек интересен, ей около 30, она вот из поколения хитты. То есть, несмотря на возраст, понятно, это не ее совсем культурный слой, но тем не менее, она вот действительно из этой среды, и у меня такое ощущение, что я вот общаюсь с ней как со своей молодостью. Ну и возраст так вот где-то, ее возраст, как мне было тогда. Вот. Когда она попросила меня позаниматься с ней теорией стихосложения, я немножко обалдел, потому что ко мне в последний раз с таким вопросом обращались, не знаю, лет 8 назад. Она говорит, а я бы, может, а вы еще и теорию стихосложения преподаете? Я посмотрел на ее стихосложение, и я говорю, какой преподаю? У тебя уже все есть, у тебя уже все классно. Нет, я еще хочу позаниматься. Ну, какое-то время мы общались, действительно очень хорошие стихи, пишет, правда, очень редко, воспринимает это как вот отдушину, но тем не менее, то, что я видел в ее стихах, оно зацепило настолько, что есть несколько стихов, посвященных ей. Вот одну из них, она несколько лет с определенными промежутками ездила в Юго-Восточную Азию, модельный бизнес, и поэтому в ее тексте были отсылки к Юго-Восточной Азии, чтобы было понятно. Она как-то написала стих, в котором рассказывала про щегла в ее детстве, который по субботам пел, она его там пледом накрывала, чтобы он не орал, не мешал спать. Вот, дальше, что там было в ее стихотворении, не помню, но мне запомнился этот образ, да, то есть щегол уже, все, вот он уже, а его накрывают. Зачем? Ну и, собственно, стих, посвященный этому человеку. Субботнее поспать, накинуть плед на клетку, чтобы щегол внутри прервал свой птичий бред. Тебе двенадцать лет. Твой сон похож на реку, в которой для щегла пока что места нет. И был твой сон тебе дороже пенья птицы, но плед не на века, река дает улов. Проходит много лет, и вот твои страницы срывают пелену со всех твоих щеглов. И каждый кто во что. Стихи, ханчжоу, виски, бессонница, вокзал, транзитный перелет, потом опять стихи. Седые обелиски несбывшихся надежд. Да кто ж там так орет? Дожди на Прадепхат. Они же, но в Гонконге. Холодные ветра, промокшее пальто, диплом, лауреат, избитые дороги, потом опять стихи. Накинуть плед. На что? Щегла не удержать, поэзия не мекка. И пусть другим, коньяк, заморские духи, тебе же ночь, Гонконг, войти два раза в реку, бессонница, а в ней стихи, стихи, стихи. Вот собственно, почему поэзия не мекка? В нее нельзя прийти, помолиться и уйти. Можно, можно, но тогда это совсем другой процесс и совсем другое состояние. Храм — это то, что внутри тебя. Если в него пришел для того, чтобы справить какую-то службу, а потом ушел и еще на месяц о нем забыл, это культ. Это не искусство. Опять же, это моя версия, мое отношение, я ни в коем случае не требую, чтобы вы это мнение разделяли. Но для меня в творчество невозможно прийти одноразово, совершить какое-то действие и пойти там денег зарабатывать, подколымить на базаре, где-то еще что-то там, на огороде поворачивать. О, вспомнил, стихов давно не писал. Пришел, опять отправил культ, написал, и опять забыл. Я бы так не смог. Это не значит, что это правильно или неправильно. Для меня это значит, что если я вот в этом погрузился, я там потону и растворился. У других может быть иначе. Я знаю людей, которые достаточно органично синтезируют различные виды деятельности. У меня это тотально. То есть вот все полностью. Это не значит, опять же, что это хорошо. Для меня в этом есть масса проблем. Это очень дорогого стоит, чтобы потом вот со всем этим как-то жить в нормальной жизни. Не всегда получается. Ну, опять же, какую жизнь считать нормальной? Мы же договорились, что я инопланетянин, поэтому особых проблем нет. Тем не менее, я однажды погрузился в это состояние, живу в нем по сей день, и я не уверен, что я в состоянии из него выйти. То есть даже если меня насильно попытались вытащить, я не думаю, что это получилось бы. А вот хорошо это или плохо, приемлемо или неприемлемо для другого человека, ну, не пытайтесь там копировать чужие схемы, создавайте собственные. И об этом тоже книга. У каждого свой путь, у каждого свой выбор, и у каждого свой способ решения каких-то вопросов. Ну, при условии, что вопросы сформулированы. А по поводу решения вопросов, я хочу прочесть одно такое, ну, я его называю шуточным, на самом деле оно ироничное стихотворение. Это мое отношение, я вот говорю там, погружение, творчество, на самом деле все не совсем так. Я просто этим живу настолько постоянно, что для меня, если мне сказать, а как ты этим живешь, я не сразу смогу понять, как человеку ответить, да боже, как я дышу. Ну, наверное, я ртом набираю воздух. Вот точно так же я буду рассказывать, как я живу. Например, на фестиваль спилочный крыло, ранее он как-то, по-другому, по-другому назывался, нет? Ранее он как-то, по-другому, по-другому, виталий приезжает, и именно спил. То есть, в любом случае, в Непре, далеко не первый раз, мне всегда приятно здесь появляться, особенно, когда люди с тобой практически не знакомы, вот все равно приходят, говорят, ну, наверное, что-то интересное, да? Приятно, да? А приехал я по причине того, что вот в канун Нового года вышла моя новая книга, о которой я, собственно, расскажу. У меня есть несколько экземпляров предыдущей, порядка 300 с чем-то там, точно не скажу, экземпляров, за полтора года ушло, запечатывать не стал, потому что уже вышла новая. Но есть еще немного экземпляров предыдущей книги. И есть еще книга, изданная в Киеве, коллективное здание пятерых авторов, в том числе с моим участием, о чем тоже чуть позже скажу. В 98-м году, примерно себе представляете, период, да, там дефолты, кризисы всякие. Вот в этот момент я уже успевший получить какое-то количество лауреатов, какое-то количество дипломов, и при этом понимающий, что я хочу идти дальше, потому что надо, потому что хочется, потому что могу, потому что вроде как людям интересно. Я говорю, ну, наверное, надо как-то выходить в люди на предметном уровне. И я выпускаю свой первый сборник стихов. Тогда он был выпущен полностью на собственные деньги. Я начал его продавать на своих выступлениях, и мне почему-то понравилось. Продавать? Продавать. Все, нет, все, обратите внимание, я ни одну ситуацию не воспринимаю как частный случай. Это все часть единого процесса. Просто для того, чтобы все воспринимать как часть единого процесса, мне в свою очередь тоже понадобилось очень много лет, сил, времени, чтобы это все собрать до кучи. В какой-то момент собрал. И вот с того времени, уже в то время это был, в общем-то, образ жизни, а с того времени это стал еще и определенный вид деятельности. Я живу постоянно, выступая, публикуясь, выпуская книги, приезжая на фестивали, организовывая какие-то литературные мероприятия. При этом, опять же-таки, есть какой-то финансовый момент, например, концерты могут иметь платный вход, например, я могу там продавать те же книги. Но при всем при этом, эти мои стихи можно спокойно читать в фейсбуке, пожалуйста. То есть, кому нужно вот так, вот так. Кому-то интересно приходить в библиотеку, кому-то интересен формат арт-кафе. В Харькове, где Дума, в Днепре тоже, достаточно большое количество мест, куда можно прийти, собрать людей, чай, кофе, капучино, еще что-то там, кто-то со сцены вещает. Некоторых это коробит. Я не пойду туда выступать, там они кофе присоют поют. А некоторым, наоборот, классно, движняк, сам стоит на сцене, непонятно, что пьет, и тоже хорошо к теме. Кому что нравится. Вариантов много. Вот. Тут, опять же-таки, главное, чтобы эти интересы совпали. Мне все-таки ближе камерная атмосфера, я все-таки больше тяготею к академизму. Возраст тоже такой. Консервативный немножко стал. Нет, я преувеличиваю на самом деле. Ну, бог с ним. Так или иначе, и новая книга точно так же, я не нарушаю традиции, она точно так же была издана за собственные средства. Я получил гонорар за участие в одном тренинге. Тут начинает расти курс доллара. Я понимаю, что в следующий раз у меня какая-то такая сумма на руках денег скупится неизвестно когда, а не взять ли и напечатать деньги. Ну, деньги все равно проем, проем. Вот. Поэтому я перед Новым годом затянул пояс, сказал, пусть будет новая книга. И она появилась. Вот. Книга отлична от предыдущих тем, что я впервые опубликовал свою прозу. До этого я свою прозу печатал только фрагментарно, в каких-то периодических изданиях, с очень малым тиражом. И многие мои знакомые знают, что у меня где-то там проза есть. И она давно вновь пишется. Но про нее мало кто ее читал. Я говорю, ну пусть будет теперь еще и проза. А заодно мне интересно, что вы потом мне об этом скажете. Мне уже сказали, тебе надо писать детские сказки. Я уже услышал, получил хорошую обратную связь от тех, кто уже успел это прочесть. Вот. Но при всем при этом презентация книги, она абсолютно не означает, что я это делаю как ярмар. Приехал тут распродаться. Нет, я приехал с презентацией книги. Многие презентацию подразумевают в контексте сетевого маркетинга. Презентация Гербалайфа. И быстренько тут вот запись купили, продали чал. Доживает свой век. Правда, взгляд у него как игла. А в пещере его кто-то видел ковчег. Вряд ли. Просто обломок весла. Но откуда тогда столько сил у него, если он вымирающий элит? Мы чего-то не знаем о паре. Или он не про все говорит. То есть, опять же, это... Это вот опять же концепция надлома. Выжил. Как выжил? А не буду я вам про это рассказывать. Достаточно того, что я выжил. Наверное, когда человек начинает рассказывать, какой ценой ему что-то досталось, мне кажется, в этот момент вот эта цена, она начинает обеспечить. Да, нивелируется. То есть, вот когда ты понимаешь, что вот он через вот это все прошел, и вот, ух ты! Но когда ты начинаешь говорить, в этот момент я совершал какие-то действия, там тер палочкой, огонь добавился. А, ну да, ну да, умный, молодец, интеллект, технологии, правильность. И как-то уже вот, ну, выжил, да. Совсем другое ощущение. Ну, опять же, такие... Меня такое восприятие. Да, 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 нет вот этой сакральности, таинства какого-то. Так что? Как же ж оно там было? Лучше не рассказывать. Вот мой дракон, собственно, и не рассказывал. Ну, и второе стихотворение из этого же дракона, вот, ну, уже немножко в другом ключе. Накрывает пещеру заметью От сосулек хрустальный звук. У дракона проблема с памятью. Нарушается связь времен. Без компьютера и без стелека Он привык не сходить с ума, Но добрался до ежедневника. Все равно на дворе зима. Ждал эффекта весьма немалого, А выходит совсем не то. Вот записано. Дарья Павловна. А поди ее вспомни, кто. И клыки еще вроде острые, И, как прежде, неведом страх, Но вот, скажем, гостил на острове. Где тот остров? В каких морях? А вдобавок еще бессонница, Хоть и так не сомкнуть очей. Помирил двух придурков? Помнится. А вот если спросить, зачем? Нет давно ни того, ни этого, И картинки совсем не те. Ежедневники для бессмертного, Как отверстие в пустоте. Дневники, ни страница в паблике, В голове не сотрется звон. В марте я все пущу на кораблике, Засыпая, твердил дракон. А весной, после снежной замяти, Жизнь опять красотой полна. Каждый раз его карта памяти Обнуляется после сна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хочешь сказать? Сказать? Ну, ты, да. Я очень люблю тебя слушать. Ну, стой. Тебя не юргать. Я очень хочу, чтобы ты все-таки Еще кучу что почувствовал, кроме этого. Заказывай. Так, хорошо. Дело в том, что я уже сказал, С очень многим, Там почти, наверное, со всеми. Почти со всеми здесь присутствующими Я знаком лично. И поэтому вот так вот Человеку сидящего на первом ряду Так, ну, типа, да, нет. Вы понимаете, что это не от неуважения к другим, А потому что вот этот человек, В общем-то, он меня сюда привез, На самом деле, много лет назад. Стас Кульмин. И очень многое в наших взаимоотношениях, Оно, собственно говоря, проявлялось И в том числе через творчество, Через поэтический резонанс. Вот. Я не буду сейчас на этом останавливать Отдельное внимание. Почему? Два года назад мы делали С Сергеем Рудем, Стасом Кузьминым С моим участием программу, В которой звучали песни На мои и Стаса стихи Сергея Рудя И твои же песни на стихи Еще там двух или трех авторов. Ну, Болдова, по крайней мере, Клёна. То есть у нас была полноценная Такая полуторачасовая программа, Которую, в принципе, при желании Можно будет еще раз показать. Сейчас я могу только сказать, Что со Стасом Кузьминым У меня связано не только Много всего по жизни, Но и определенный литературный Такой диалог, О котором при желании Можно что-то там у нас поспрашивать. Ну, может быть, чуть попозже. И Сергей Рудь, который на сегодняшний день Это человек, который Есть люди, которые пробуют писать песни На мои стихи. Но Сергей Рудь это делает лучше, Чем кто-либо другой. Причем то, что он делает, Я уже не всегда узнаю Как собственное произведение. С моим было так же. Как автор музыки, Он, на самом деле, Самоценен. То есть у него есть какое-то Цельное представление о музыке. Точно так же, как у меня, Есть какое-то цельное представление о слове. Поэтому, когда он берет мой текст И делает из него песню, Я понимаю, что это уже не Мои стихи и его музыка, А это что-то третье. И относиться к этому нужно Как к новому чему-то. Это не один плюс один, два, да? А это уже какая-то там Геометрическая прогрессия. И некоторые свои вещи Я слушаю и говорю, Ну, это уже ты, на самом деле. То есть вот текст мой, Но песня, это уже я вот где-то вот это. Вот это на самом деле Очень классно узнавать себя, Потому что я, например, Никогда заранее не знаю, Какие мои тексты ему придут в голову, Там положительно будут. Вот мне интересно. Вот, да, он тоже горит. Оно как-то само включается. И потом, когда задним числом сидишь и думаешь, Ну почему-то же все-таки так было. Вот интересно понять, Что происходит у тебя. Мне всегда было интересно понять, Что у меня в голове происходит. Эффекту подкрика. Вот. Вот. На нашей творческой гостиной, В нем мы находимся, Называется, Гедлуния, Мы не случайно ее так назвали, Потому что больше всего хотелось бы Вот этого синергического эффекта И достигать. Когда люди вот общаются, В результате возникает, В результате их общения Возникает нечто третье. Вот. Даже не просто ответ вопрос, А какой-то новый привод. То есть я правильно понял название вашего, Как это правильно назвать? Творче-Витальмия. Творче-Витальмия. Так. Вот, собственно, да. Наверное, где-то вот это у меня в голове Подсознательно крутилось, Ведлуния названия, да? Поэтому я сейчас об этом и сказал. Теперь, что касается книги. Несколько слов, конечно, хочется о книге сказать. Я познакомился с человеком, С которым, второй раз познакомился, С которым когда-то давно пересекался В какой-то там литературной студии. Она была уже меня по возрасту, Поэтому как-то вот, Тогда, когда мы пересеклись, Ей было там, ну, 19. Я был там, 35. Вот. И забыл. А потом, какое-то время спустя, Оказалось, что этот человек пошел дальше. Начал работать в книгоиздательском деле. Стал дизайнером. И когда мы пересеклись с ней по второму разу, Мне ее порекомендовали Как очень хорошего дизайна. Наталья Васильева. Я приехал к ней домой, Мы начали общаться, А потом ей говорю, Слушай, а вот так-да-да-да-да-да-да-да-да. Она, да. Слушай, а вот ты вот это... Я говорю, да-да-да. Все, понятно. Знакомый давно, много лет. И когда мы начали работать над дизайном, Я сторонник минимализма. Я несколько раз говорил об этом, Еще раз скажу. Я ей сказал, Наташа, Я знаю, как должно быть. Но при всем том, Что я преподаю риторику, Я не знаю тебе, как это объяснить. Потому что я не владею технологиями. Я не дизайнер. Давай я тебе на пальцах расскажу, Чего я хочу. Я начал рассказывать на пальцах, У меня, по-моему, все-таки получилось, Потому что то, что она сделала, Собственно, с дизайном обложки, Меня устроило. Любой другой дизайнер Сделал бы по-другому, И тоже, наверное, Было бы по-своему интересно. Но мне понравилось то, Что сделала именно она. Поэтому, вот, просто к слову, Упоминаю о том, Что появился в моей жизни Еще один замечательный дизайнер, С которым, наверное, Буду работать и дальше. Мне очень не хватает Своего собственного редактора. Я говорю всем, Что все мои книги выходят В авторской редакции. Обычно я делаю так. Ну, типа, лучше меня, Мои тексты никто не отредактирует, Поэтому, ребята, уж извините, Но я сам. На самом деле, Это немножко лукавство. Я просто еще не нашел Такого человека, Которому в своих текстах Я мог бы доверять больше, Чем самому себе. То есть, в принципе, Наверное, люди где-то Вот плюс-минус на равных Еще есть. Мало на равных. Надо еще больше. Ты ему отдаешь И забываешь об этом. И он там сам с этим что-то делает. Значит, надо доверять еще больше. То есть, допуст какой-то Поправка на погрешность Она должна учитываться. Вот, поэтому мне очень не хватает Своего дизайнера есть. Вот теперь еще своего редактора. И, к слову, Раз уж вспомнил Из предыдущих книг И, кстати, Из диалога с Кузниным Стихотворение, Которое Очень многие поэты Пишут стихи, Обращаясь к своему читателю. Ну, очень распространенная Такая тема. Я посмотрел на это С другой стороны. Общается не автор С читателем, А автор с редактором. Мне почему-то Вот такой вектор Показался интереснее. А написал я это На материале Древнеидийского эпоса Махабхарата По сюжету Один из участников Событий, Описанных в этом Древнеидийском эпосе Обращается к составителю Махабхарата. То есть, фактически Персонаж обращается К автору, Который на самом деле Собрал воедино Всю информацию, Отредактировал И сделал это В конечном итоге Как, собственно, Известную на сегодняшний день Большую-большую Книгу эпическую. Так вот, Что для меня Было важно. На самом деле События Какого-то там Времени Отдаленного Чем более отдаленного Тем больше Этот принцип Скорее всего работает Мы уже никогда Не узнаем точно Как оно там Все было. До нас доходят Какие-то источники. Кто сказал, Что вот там Написано правду. Какая ответственность Должна лежать на человеке, Который сегодня пишет, Зная, что уже завтра Его исказят. А послезавтра Исказят 20 раз. То есть до какой степени Он должен выверять Фактаж, Чтобы спустя время Погрешности были Хотя бы минимальны. Вот, собственно говоря, Эта ответственность, Которая, на мой взгляд, Лежит на редакторе В суроком смысле Наверное, на человеке Вообще работающем С каким-то информационным Проектом. Главный, Один из участников Эпоса Махавкарата Обращается к легендарному Составителю этого эпоса. А люди расскажут, Мол, Боги во всем Виноваты. Мол, Что мы смогли, Коль бессмертное Строит им... Я неправильно сказал. Составитель Обращается к персонажу. Он ему говорит, Чувак, я редактирую, Я могу подправить, Я умею, Я знаю. Хочешь? Вот в этом все. Я прошу прощения. Да, вонус. Составитель Махавкараты Обращается к персонажу. А люди расскажут, Мол, Боги во всем виноваты. Мол, Что мы смогли, Коль бессмертное Строит интриги. А хочешь, Я вычеркну трусость Из Махавкараты. Что стоит мне Слово убрать Из какой-то там книги. Обидно остаться В истории Вечным изгоем. Давай этих смертных Покроем каким-нибудь Лаком. А хочешь, Добавлю Про то, Как ты плакал Пред боем. Да я понимаю, Что Бог, Но ведь правда же, Плакал. За что мы, Людей? Ведь они же Ни в чем не повинны. Ведь это лишь Мы понимаем, Что каждый В ответе. Да знаю, Я знаю, У совести нет Половины. Но время придет, И у смертных Появятся дети. И что им, Тащить на себе До скончания века Проклятие отцов, Заявивших, Да что мы смогли бы. Да знаю, Я знаю, Зависит все От человека. Но сам человек, Посмотри, Молчаливее рыбы. Ведь он же не верит, Не в силу Астрального тела, Не в слово, Которое разве что Сердцем измеришь. Оставить как есть, Чтобы помнили, Чтобы болело, Ах, Чтобы росли, Осознали. Ты сам бы веришь? Да что ты заладил Про эту бессмертную память? Я сам уже, Как все случилось, Припомню едва лишь. А я ведь редактор. На то и живу, Чтобы править. Так что, Не вычеркивай эту трусость. Оставить, Как знаешь. Можно ли сказать, Ты направо, А я налево. У тебя тут есть три балладевы, А тот был первый. А я его могу не вспомнить. Ты направо, А я налево. Да нет. Ладно. Стас, может, ты? Нет, я могу почитать Его стихи, откровенно. Нет, не в этом я. Дело в том, Что балладева, Это, собственно говоря, Вот о нем шла речь. Балладева, Это персонаж древнеиндийского Пасама Хавкарата, Брат Кришны. Единственный персонаж эпоса, Который отказался принять Брата убийственной войне. Вот два враждующих клана Сошлись в грандиозной битве, И там все друг друга переубивали. Балладева был единственный, Который сказал, Ни за тех, ни за этих я не стану. Потому что, во-первых, Во-первых, Война сама по себе абсурдна. Вот эта война, Которую вы тут изобрели, Она дурацкая. Во-вторых, И по другую сторону У меня есть друзья и близкие. И в-третьих, Я обладаю достаточной силой, Чтобы склонить победу На чью-то сторону. Брат Кришны, Бог тоже, да? То есть, Не слабенький товарищ. Он говорит, А как я себя буду потом чувствовать В глазах перед побежденными? А почему я должен Именно этим, а не тем? Почему? Они правее, чем те, А там и те, и те неправы. И что делать? И вот для меня Баладева стал Образом поиска Третьего пути. С моей точки зрения, Я не западный человек. Я не понимаю, Что такое диалектика. Я не всегда понимаю, Что такое формальная логика. Я своей интуиции доверяю Гораздо больше, Чем своему мозгу. Мозг у меня постоянно лукавит. Он такой, Интуиция, Она вот, Как правило, Все-таки более такая. Больше находит вариантов, Более правильных. Вот. Ну, я могу иронизировать, Но тем не менее, Вот поиск третьего варианта, То есть не или-или, А и еще что-то, Вот это для меня стало Какой-то в свое время Фундаментальной проблемой, Над которой я много работал. Не могу сказать, Что я так нашел Окончательно какие-то варианты ответов, Но, по крайней мере, Я всегда предполагаю, Что в любой конфликтной, В любой проблемной ситуации Есть более чем два варианта решения. Всегда. То есть для меня это аксиома. Собственное стихотворение На эту тему, Которую тоже хочется прочесть, Тоже не очень хотелось бы, Чтобы это воспринималось Слишком буквально, Хотя, ну, Избежать этого невозможно, Так или иначе, Но я все-таки вкладывал в это Не только те ассоциации, Которые придут в голову сразу. Хотя без них тоже не обошлось. Сейчас я быстро найду. У врага не всегда Слишком явно очерченный профиль, А у жертвы и боль, И обида сильнее ума. Нарождается месть Из-под кем-то разрушенных кровель, Не всегда разобравшись, Кто именно рушил дома. И не каждый способен заметить, Что в эту минуту Чья-то тень обернется С кровавым подбоем плащом. На разборках своих и чужих Во вселенскую смуту Каждый раз непременно Присутствует кто-то еще. А пока улетают и радость, И смех под небесью, И соседями кажутся те, Кто живут за холмом. Но достаточно первой бутылки С горящей смесью, Чтобы кто-то сказал, Замечательно. Дальше само. И наступит война Меж потомками Сима и Хама, И вчерашний пророк Будет с пеной у рта запрещен. А чекист в это время Спасает стихи Мандельштама Между долгом и совестью, Выбравши что-то еще. Я все-таки сейчас попросил Сергея Рудя Как тебя все-таки правильно уверенят? Рудя? Или Рудя? Он еще сам не знает. Я сейчас прочту еще одно стихотворение. Я на самом деле почему спрашиваю? Полтора года назад Директор одного Харьковского завода Попросил с ним немножко позаниматься Разговорным украинским языком. Он функционер, он Держбукловый, Тему потребного водительного, Он еще депутат. И основная проблема, С которой мы столкнулись состояла в следующем. Мы с ним... Это тот, который попросил Базару? Нет, 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 нет. Вот. Основная проблема состояла в следующем. Мы учились примерно по одним и тем же учебникам. Он говорит, я примерно знаю как правильно. Но оказывается сегодня Оно уже все сто раз настолько поменялось, Что как правильно я уже и не знаю. Вот поэтому мне нужен ты. На что я ему честно сказал. Верите, я не все сейчас знаю как правильно. Потому что оно все настолько поменялось, Что даже... Я ему был благодарен, Потому что благодаря занятиям с ним Я полез в учебники, В орфографические словари, В древние, которые в бумаге у меня, И в современный интернет словари. Я хоть возобновил свои знания В области правил правописания, Произношения и так далее. Ну, в частности, украинского языка. Ну, и по-русскому, конечно, прошелся там, Где было нужно. То есть, я иногда спрашиваю, уточняю, Да, еще есть какие-то личные предпочтения у человека, А я еще, вот меня только вот так. Но это отдельная тость. Язык очень гибкая структура, И он действительно меняется В соответствии с реальной жизнью. То есть, академические словари не успевают, Потому что их пишут раз в 20 лет. А жизнь меняется гораздо быстрее. Ну, каждые 20 лет выпускать новые словари... Нет, ну, наверное, так и должно быть, в принципе, По большому счету. Да, может быть, даже чаще, раз в 10. Ну, не в этой жизни, наверное. Вот, поэтому иногда происходят какие-то изменения, За которыми просто не успел угнаться. Оно уже 20 раз не так, А ты все еще этого не знаешь. Стихотворение, которое я хотел прочесть, А потом я попрошу Сергея Руть А вот спеть что-то... Не меняется только разное. Руть не спломеется. Да, ежик, Борис. Брат, Ты убьешь меня, брат мой. Смотри-ка, Луна убывает. Нет, не думай ни к этому. Просто какая-то грусть. Знаешь, так повелось, что одно-то меня убивает. Слишком дорого я в этом мире другим обхожусь. То ору, что не тем, кому надо, стоят обелиски, То начну сомневаться, законно ли это печать. И меня убивают руками кого-то из близких. Так надежный. И в символ удобно потом превращать. И чтоб не было после весьма неудобных вопросов, Мой же враг мне потом на могилу цветы принесет, В этот раз будешь ты. Это старый, проверенный способ. И откуда я знаю, не спрашивай. Знаю, и все. Что-то я засиделся. Опять затекла моя шея. Вот и солнце восходит. Предвестник грядущего дня. Мы нужны в этом мире. Как символ греха и прощения. Так что ты не подумай. Я знаю, ты и любишь меня. И не важно, где будет моя в этом мире могила. И не важно, оружие, винтовка или камень, прощу. Ты убьешь меня, брат. Однажды уже это было. Ты убьешь меня снова. И я тебя снова прощу. Выступай. Вот это и настораживает. Серега, тогда уточни. Кровь игре. Тогда я еще... Это ситуативно. Это успокаивает. Уталий немножко уже затронул тему. Он часто любит такие вот всякие обращения. Редактор, герои. Всякие. Когда-то меня в свое время зацепило... Вернее, зацепил меня и весь цикл. Освещение таких вот... Не знаю, вообще, сам подход, когда герои романа обращаются друг к другу. При этом открываются какие-то новых грани, которые в книге, собственно говоря, по какой-то причине в них не проявились. И вот в ряду этих обращений присутствует обращение мастера к читателю. Собственно говоря, в этой грани больше раскрылось, наверное, обращение Булгакова к своему читателю этого романа, который реально его не увидел. И он, когда писал этот роман, он знал, что при его жизни он издан не будет. Под рукописью ставлю дату. И труд окончен мой, сполна. Вы судите по результату, забыв, что еще есть цена. Достав бумажник из кармана, вы можете купить всегда. Четыреста страниц романа и тысячи ночей труда. Вы покупаете движение моей невидимой души, работу до изнеможенья. И чей-то голос не пиши. Вы покупаете раздумья. И средь бессонниц, всплеск огня, и вдохновенье, и безумье. Вы покупаете меня, а мне признает деньги. Слава при жизни бюст, почетный знак, и улыбается рука. Я поклонник мой вчерашний брак. Я мастер. Нет горы, реки, ничто не властно надо мной. Какой ценой. Но дай вам Бог, не знаю, по веке, какой ценой. Какой ценой. Какой ценой. Мне очень нравится это слово, потому что оно НечтоСреднее между, как Ide, Дмитрий Басковische военной understand откликом и эхом, ни то ни другое слово в точной мере не отражает этот процесс вроде бы как и не эхо и не отклик. В украинском языке есть видгук, совершенно другое слово, да? А вот видгук у меня все-таки лучше. И вот в таком диалоге между Стасом и Виталий возник, они как-то затеяли обсуждать очень любимый мной фильм «Матрица», который в свое время у меня, ну, просто я, наверное, ну, пару дней это точно. Ходил после первой «Матрицы», знаешь, и, знаешь, присматривался к миру, а оно действительно вот так, да? То есть, как какой-то тень сомнений, он не настолько сильный, где-то там зерно это упало, знаешь, и оно долго-долго-долго-долго зрело, и вот тут вот они таким вот циклом вдруг разродились, вернее, диалогом. Я прочитал, мне понравилось, но все же что-то, значит, что-то, и тот Стас, значит, он в роли не инквизитора, он в роли провокатора. А ты бы мог что-то по этому поводу добавить. Но я могу добавить только музыку. Собственно, поскольку я диалоги эти инициировал в свое время, Нервы натянуты, словно стальная ничь, Шифры ложатся в бухнущую тетрадь. Он побеждает, но дело уже не в ней. Эта война не кончится, не обессудьбе, С каждой убитой новая все сильней. Матрица развивается в этом судье. Нео не помнит про женщины, про вино. Нео боюет с юности досидим. Нео считает, что матриц полным полном. Нео считает, что небо всего один. Неужасно хочет уйти домой. Неужасно хочет уйти домой. Нео не знает, что небо уже седьмой. Нео не знает, что матрица лишь одна. Эл давно бы выиграл, будь умней, И заменив терпением боль атак. Но до тех пор, пока кто-то воюет с ней, Матрица развивается только так. Только так. Только так. Только так. Это факт. Да. Ну, тогда я все-таки два слова скажу. Я говорил, что, конечно, сценария типа нет. Но кто бы сомневался, что и Сергей, и Стас каким-то образом в этом примут участие. Это абсолютно нормально, потому что есть что сказать раз. И потому что все равно это... Тут я напомню про то, что я культуролог по образованию. Настраивается какой-то определенный культурный слой. Какой-то целостный культурный слой, в котором, как я это называю, это когда не нужно объяснять, когда не нужны переводы. Когда не нужно объяснять смысл и значение термина. Когда говоришь на одном языке, предполагая, что собеседник понимает не потому, что он умный и образованный, а потому, что он мир видит так же, как ты. Стас Клинин. Русская матрица — скрытый патриархат. Это любому зрячему на зубок. Мир компенсирует сущность у главных враг и вопрошает, какого же Бога? Бог. Вроде... Ручок нет, не будет. Ну, значит, другой. Нет, Бог с ней. Другой. Бог с ней. Не хочу эту штуку. Я немножко... Немножко неправильно злая. Пожалуй, я прочитаю то, что я люблю из Ковачука. Ты направо, а я налево. Не сравнить нас. Какой-то микс. Но однажды мой Володева переправится через стикс. Не служа никакому трону, с наслоением амнезий, он придет к твоему хорону с четкой просьбой. Перевези. А вокруг поплывут интриги. Слышишь? Критик давно охрип. Это ж боги иных религий. Вы же спутали архетип. Но плывет эта пара разная. И под ней не видно дна. Говорят, мы всегда разны. Только лодка у нас одна. Хорошо, спасибо. Давай я не из этого. Ты все равно читай то, что тебе захочется. А я просто хочу прочесть. Это еще один аспект надлома. Эпоха, время, поколение. Я не мог не включить в новую книгу свои стихи, связанные с контркультурой постсоветского периода. Времена Цоя, Башлачева, Дягилева и Летова. То есть то, что формировало меня на уровне не автора. Нет, это глубже. Это менталитет. Это мировосприятие. Это образ жизни. Это отношение к миру как таковому. Через творчество определенных авторов. Но через творчество. Первичные личности. Образы сами по себе. Время. И, конечно же, когда сейчас понимаешь, что этого уже нет и оно никогда не вернется, это и правильно. Но не может что-то, в принципе, вернуться. Будет что-то другое. Но все равно где-то в глубине души оно побаливает. Ты понимаешь, что это глупо и бессмысленно. Ты понимаешь, что ничего не происходит дважды. Ты понимаешь, что ничего не может вернуться. Оно вот... Сейчас я все-таки... Оно вот все равно где-то болит и... И не среагировать на это. Опять же таки, если ты живешь творчеством, то не проявить это через творчество в принципе невозможно. Ну вот собственно на эту тему стихотворения. Разрывается время. Уходит за другом друг, ностальгируя по утраченному вчера. Контркультура, синдром застоев и калиюк. Калиюка уходит. А значит и нам пора. Это раньше казалось, страдаешь за каждый стих. А сегодня заткнуться хочешь любой ценой. Хайра распуская лишь только в кругу своих. Ты все чаще глядишь с опаскою. Кто тут свой? Мы уйдем из подвалов, сдавая за пятью пять. Мы забросим косухи, сменим их на пальто. Башлачева у нас по-прежнему не отнять. Только кто ж его отнимает-то? А никто. Мы по-прежнему помним удары звенящих вен. Но идеи тускнеют, как прошлого века медь. Контркультура, синдром тинейджерства в голове. Мне уже под полтинник. Наверное, пора взрослеть. Мы уйдем из подвалов. Подвалы уже не те. Только что-то и в нас измерялось уже навек. Мы выходим из созданных нами же серых стен И ложимся на землю, и таем, как белый снег. Из очень любимого цикла посвящения между персонажами Булгакова Обращение Бегемота к Волонду. Маэстро, не гоните песа. Я ваши ставки не пойму. Он все равно умрет от стресса или в застенках ГПО. Его ножом ударят сзади. Он будет изгнан наконец. Короче, при любом раскладе он в этом мире не жилец. А вы в него вложили годы, даря и знания, и покой. Так не окупятся же скоты. Ну объясните мне, на кой? И я, мистер, люблю павел. Но все обдумал не спеша. Но мастера в стране советов. Я бы не поставил ни грошей. Ну и вот сейчас тоже Стас вспомнил. Да, у меня еще есть ироничные стихи. Я скорпион по зодиаку. У меня достаточно своеобразное чувство юмора. Такое вот оно где-то вот такое ядовитенькое немножко. Я корректный, я научился, я вежливый. Я много лет с этим работал. Не говорить то, что я думаю на самом деле, если меня об этом не спрашивают. Это была очень такая серьезная работа над собой. Но я научился. Но оно же все равно сидит внутри иногда. Все-таки хочется сказать, а ты вот так вот. Ну и, конечно, по этому поводу не могут не появляться какие-то тексты. Такие шуточные, ироничные, я даже не знаю. Человеческие глупости не умрут от одиночества. Человеческие глупости вечно чем-то привлекательны. И всегда найдутся мальчики, и всегда найдутся девочки, что нажмут вот эту кнопочку, чтобы где-нибудь бабахнуло. И плевать, что током жахнуло, он же ток ему положено. Но зато какие искорки перламутрово блестящие, а мозги искрятся рядышком, не совсем функциональные. Но уже возникла очередь нажимать вот эту кнопочку. Говоришь им, вот подумайте. Кнопка-вспышка, мозг поплавился. Есть причина, есть последствия, все понятно, как в учебнике. А они визжат и прыгают, веселясь, как дети малые, и пинают эту кнопочку с криком «Вау, диалектика!». Кто-то лег в реанимацию, отлежал четыре месяца, зарекаясь тыкать пальцами каждый раз во что ни попадя. Но выходит, видит очередь, рядом пляски с фейерверками. Он и лезет за компанию. Кто тут крайний? Здравствуй, кнопочка! Любимая из Виталия Ковальчука. Я подогрел себе отвар шалфея. Больные зубы не дают мне жить. Была бы у меня подруга фея. Так меньше. Несколько не даже покурить. Соседка пилит. Соседка пилит мужа безумолка за то, что в доме нету ни рубля. Вон голосок, визжит, как кофемолка. Но правда бьет работа тополя. Утихли зубы, с горем пообедал. Влетела муха, села на белье. Хотел убить. Потом прогнал к соседу. Ах, вот руки пачкать от нее. Решила с руки съездить на работу. Надел пижаму, шляпу и пальто. Зашел к соседке. Попросил чего-то. Она дала. Но, видимо, не то. Готра вернулась в муха. Вот, зараза. Зуб ныл опять. Я был на все готов. Я врезал мухи в глаз. Видать, промазал. Рождался врохот. Вызвали ментов. Менты явились бодрой походкой. Приписали драку и разбой. Я долго отбивался сковородкой. Говорю, что я не голубой. Потом сидел на нарах. Я красняю. И к синяку прикладывал петок. Была бы у меня подруга фея. И все, наверное, было бы. Не то. Я еще потом хочу... Потом. Вот тот самый период, о котором я сегодня упомянул, много лет назад, когда я не понимал, что я делаю в этом мире и что вообще со всем этим делаю дальше, был такой очень интересный в том плане, что тогда для себя я обозначил какие-то... Обозначил. Тогда это еще не были ответы на вопросы. Но вот направление поиска уже было задано. Вот. И вот одно из стихотворений. Это хулиганское такое стихотворение. Оно без мата. Вот. Но хулиганское по сути, по настроению, по вот этому вот разгуляйству. Вот. И вот мы хотим иногда немножко похулиганить. Я его прочту. Почему? Вот представьте себе. 6 часов утра. Нормальные люди из спального района едут куда-то там в битком набитых трамваев. На работу. Ты в это время в противоположную сторону, в пустом трамвае, едешь домой отсыпаться. Потому что всю ночь был квартирник, там концерт, выступление чего-то. И ты вот так вот смотришь. Они едут вот так вот. И они до тебя смотрят такие вот. А ты такой ребят. Вот. При этом башка, ты еще и денег нет. Ты только, господи, куда еще сутки улетели. А вот ощущение какой-то легкости. На самом деле, конечно, это ребячество. Это подростковость. Ее перерастают. И правильно, что ее перерастают. Но, если ее не перерасти, если это пробивает в 50, нет, лучше пусть в 25-70. Вот. Потому что если этим не переболеть в юности, в молодости, потом это такими боками вылезает. Вот. Мне, наверное, повезло в том плане, что меня вовремя остановили. Ну, может, отчасти сам с этим что-то сделал. Но так или иначе, все равно вот что-то из того, какое бы оно ни было плохое, печальное, неприятное, но вот эта тоска, ностальгия, она все равно остается. И все равно иногда хочется вытащить. Вот из этой черепахи вытащить тоска. А помнишь вот тот текст? Да, 278-я страница. На, и не трогай меня. Я этого не видела. Вот. Ну, потому что такое не везде и не всегда можно читать. Ну, иногда можно. Моему другу Дмитрию Черникову опустела твоя квартира, рассосался к утру на рот, на столе с пережаркой жира недоеденный бутерброд. Может, кто-то б сказал тоскливо, нам же это все на ура. Слушай, Динка, пошли запьем. Время завтракать. Шесть утра. На рассвете столетия оного без прописок и паспортов, на бордюре в районе конного хайрами шугать ментов, каждый выбрал свою заботу. Каждый путь выбирает свой. Пролетарий на работу, а богема к себе домой. И при чем здесь, что нету стажа? И при чем здесь, который час? Быть собою совсем не лажа. Лажа в том, чтоб не верить в нас. Ведь у нас же другие цели. Впрочем, цель не всегда видна. Вы прилизанных рож хотели от поэтов? Да ни хрена. Мы без денег, актор Рокфеллер. Мы бутылки сдаем, а вы? Сто пудов губерман и Веллер с нами пили до синевых. На втором ли, на пятом круге вечно верить, любить, писать? А пока что друзья-подруги нас пытаются причесать. Умножая легенды, сплетни, независимо день или ночь, орды девочек двадцатилетних нам с тобою хотят помочь. То посуду всю перемоют, то избавят от паутин. Да оставьте вы нас в покое, мы ж совсем не того хотим. Мы в костюмах умрем от скуки, нам уют воротит нутро. Нам без разницы в стрелкуль брюки, нам не надо борща ведро. В нас поэзия и фигура, и атлантовский монолит. Если петь, то ревела буря, если женщина, то лилит. И при чем здесь вообще сонеты, если в мире покоя нет? Не стихами сильны поэты, а умением любить рассвет, нежно, искренне и красиво, а не так, как народ вождей. Слушай, Димка, пошли за пивом. Время завтракать. Новый день. Немножко в ином ключе. Ковальчук, он бывает разным. Чаще всего, я его люблю очень глубоким. Творенье мира оживленный прах. Ну солнце, ну луна, ну атмосфера. Но переплюнуть собственный размах. У бога драйв, твоя и клюцифера. Господь бессмертен, а творить старого. И этот мир творения не первый. Господь искал, клонировал ребро, причем все время получалось стерва, потом господь кричал и азвоздам, все разрушал, а после строил снова. Но только восемнадцатый адам ничем не отличался от восьмого. Что-то шло неправильно, вразрез, не наступала истинная момента. И тут, как озарение с небес, так мне же не хватает оппонента. И понеслось. И словно свет пролит на бога, на творца и на поэта. Какой адам, какая там лилит. А ты попробуй сотвори вот это. Конечно, нужно верить, жить любя. Но нет конфликта, значит нет прогресса. А ты попробуй переплюнь себя из части бога, создавая беса. И среди толщ, миров и атмосфер родился тот, кто пальцы сжал до хруста. А в нем рождался Ницше и Бодлер. А в нем рождался Кант и Заратустра. И вот оно, творение, торжество, отец огня, язычества, металла. Он создал совесть, ибо до него альтернативы не существовало. И он ворвался огненной стрелой в пророка, в музыканта и в поэта. Тогда еще не ставший сатаной, тогда еще несущий море света. И было все слепо, и по плечу, и дружба умная по тему разольется. И первая идея, жить не хочу. И первые слова, я вижу солнце. Вот так и я создал в своих стихах какой-то образ в непонятной роли. Но мой герой, изживший боль и страх, похоже, ускользнул из-под контроля. Кого из нас казнят? За чьи грехи? Глёный демон, смотрит из-под логи. Поэт, как Бог, творит свои стихи. Что на его же высекут от кого-то. Спасибо. Я еще скажу несколько слов еще об одной книге. Так получилось, что у меня она вот сейчас в одном экземпляре. Дело в том, что их всего-то было выпущено очень немного. Почему вспомнил? Дело в том, что, вот опять же, с Натальей сегодня говорили на эту тему. Когда поэт говорит, я не знаю, что делать со своими стихами, я готов ему сделать очень плохо, но я понимаю, что тогда же он совсем потеряется. На самом деле, возможностей очень много. Несколько месяцев назад один киевский издатель, издательство Олега Федорова, поймал меня через наших общих знакомых. С того времени мы с ним общаемся. И вот в ноябре вышел коллективный сборник. Татьяна Шейна, Ирина Рыбка, Артем Синчилов, Олег Ников и Виталий Ковачук. Пять авторов. Два киевлянина, я харьковчанин, Шейна из Белоруссии, а Ирина Рыбка вообще из то ли Верхнеудинска, то ли Нижнеудинска. В общем, Байкал где-то. Все авторы между собой знакомы, в основном общаемся по сети. Мы все знаем уровень друг друга. И нам всем интересно было опубликоваться под одной обложкой в хорошем серьезном издательстве. Ну, в хорошем серьезном издательстве. То есть, издатель приходит и говорит, ребята, я готов попиарить себя на материале ваших стихов. Давайте, давайте. В результате каждый из нас получает какое-то небольшое количество авторских экземпляров. Издатель полностью оплачивает тираж. И при этом, опять же, показывает, что смотрите, я еще могу классную штуку делать. То есть, я это к чему говорю? У любого автора, любого творческого человека, несмотря на обстоятельства, среду, условия, курс доллара, там, бог знает что еще, всегда есть варианты. Но для того, чтобы они сработали, наверное, нужно что-то делать. Мне, например, нужно было поднять, извините, задницу, поехать в Киев, сто лет бы оно мне снять. Нет, поехал, там познакомился с этим человеком. Не поехал бы, не познакомился. Для того, чтобы книга вышла, опять же, нужно сесть и отредактировать тексты, отослать куда-то. Это все несложно на самом деле. Но я знаю массу народу, для которого поднять палец, это уже проблема. А уж там вот шаг сделать, это ужасно. Тогда вопрос, если у вас что-то не срастается, то кто думает. Из этого сборника я хочу, чем сборник интересен, пять авторов, ни один из них, тексты, ни одного из них не стоят два штуки подряд. То есть каждый автор пересекается со следующим, с другим, и каждый текст как бы вытекает из предыдущего. Но это поизгалялся Артем Синчила, который верстал книгу. Он специально построил тексты, выстроил таким образом, чтобы они вот какой-то такой хитрой косичкой сплетались, чтобы не было подряд два Ковальчука или два Шерина. А вот чередовались, причем постоянно каждый текст вытекал из другого, и как-то вот оно хитро было так закручено. Ну понятно, что каждый человек посмотрит, скажет, там получилось или нет, но зная всех этих людей, зная, как это делалось, я думаю, что это все-таки проект оказался удачным. Из этого сборника я прочту два своих стихотворения. Понятно, что читать других авторов, они-то и сами мастера за себя, право сказать. А кроме того, это стихи, ранее публиковавшиеся, соответственно, в новой книге их нет, а иногда моя черепаха внутренняя, как я уже сказал, вытаскивает старые тексты, давай возобновим в памяти. Плохо же от этого никому не станет. Если оно жизнеспособное, оно и через 20 лет будет. Если оно через 2-3 года отомлюет, значит, ты просто перестанешь вспоминать эти тексты. Пока они вспоминаются и входят в издание 17-го года, значит, эти тексты все-таки имеют право на жизнь. Ну, собственно, два стихотворения именно из этой книги. Есть какие-то тайны, открытые только тебе лишь. Очень важно в те тайны вовек не впустить воронье. Нарисуй мне лошадку. Не страшно, что ты не умеешь. Вот берешь и рисуешь. Как можешь, рисуешь ее. Дочь глядит на меня. Понимает, надеется, верит, что сумею, смогу. Отговорочки тут не в чести. Я вхожу в этот мир сквозь едва приоткрытые двери, потому что впускают. А значит, нельзя не войти. Говоришь, как могу, подрастает. Что станется с ней? Ей ведь трудно поверить, что папа умеет не все. Я рисую лошадку. Рисую ее, как умею. А когда нарисую, мы маме ее отнесем. Я рисую лошадку. Дорогу, характер, удачу. Дочь глядит на меня, не отводит восторженных глаз. Ну вот видишь, а я рисовала немного иначе. И не детский вопрос. Почему ты не с нами сейчас? Я пытаюсь ответить и чувствую холод по коже. Первый раз я иду по такому непрочному льду. Я отвечу тебе. Обязательно. Только попозже. И опять не по детски ответ. Хорошо. Подожду. И помчится лошадка, минуя любые напасти. Из огня унесет. Не утонет в студеной воде. Я рисую для дочки. Да более сжимая фломастер. Как умею. Рисую лошадку. А бантики? Где? Не всегда то, как мы выстраиваем свою жизнь сегодня, приносит какие-то там положительные плоды завтра. Возвращаясь к названию сборника. Всякое бывает. Важно после этого не сломиться полностью. Важно после этого подняться, пойти дальше. Но и стихотворение еще одной из этой же книги, оно было в сборнике «Красный лотос», не помню, по-моему, оно его там завершало. Я вот приближаюсь к завершению своего выступления. Я хочу, чтобы вот ощущение того, что вот этот вот на дном, это неплохо, это не страшно. Для меня, несмотря на то, что какие-то там сложности в жизни происходят, это действительно дает возможность понять, где вот эти самые слабые места. И вовремя их замечать. Лучше узнать о них пораньше и предпринять какие-то меры, чем чтобы вот оно хрустнуло тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Поэтому любая сложность, возникающая в жизни для меня, это просто повод лишний раз задуматься, взять какие-то выводы и пойти дальше. Ну ни в коем случае не схватиться за голову, скриком «все пропало». С каждым днем ухожу, с каждым днем все острее закат. И чего не смогу, не смогу уже ныне и присно. Кто-то скажет мне в спину, наверное, он сам виноват, что найти не сумел в родниках первозданного смысла. Ну, конечно же, сам. Только что я искал в родниках? Или что я нашел, что меня на закат потянуло? Может, ветер меня укачал на незримых руках? Или вдаль повлекло камнепадами горного гула? Каждый день навсегда. И себя не оставить нигде. Раствориться во снах без тревоги, мольбы или страха. И не будет следа на земле, на песке, на воде. Только чей-то браслет или четкий, в руках, у матов. Я все больше склоняюсь к мысли, что оставлять себя можно, конечно, и в предметно-материальной форме. Но мне кажется, гораздо важнее все-таки оставлять себя в виде идеи, в виде мысли какой-то... Да, может быть, это менее ценно. Но мне кажется, что для потомков это все-таки будет гораздо важнее. Опять же, мое частное мнение, которое не обязательно разделять. Но если ты вот зажег огонь, да, и вот что-то там пошло дальше. Горит там, что-то вот, ламит там. И кому-то стало светлее. Уже хорошо. Никто никогда не узнает, кто первый зажег вот эту вот первую светлее. И Бог с ним. Но если потом там кому-то стало светлее, я думаю, что есть способы вот потом туда об этом сообщить. Я могу ошибаться. Конечно, пока мы вот там не окажемся, мы этого не узнаем. Но я почему-то верю в то, что так оно все будет. То есть бесследно ничего не проходит. И поэтому вот последнее стихотворение, которое я прочту сегодня. После этого мы можем еще, если будет возможность, можем еще общаться, как это будет связано с форматом деятельности данного учреждения, библиотеки. Но тем не менее, я уезжаю завтра утром, и сегодня я еще здесь. То есть меня еще можно общать. Вот так. Ну а дальше, собственно говоря, пожелания. Да, скажу о книгах. Новая книга стоит 100 гривен, предыдущая 90. Вот такиевское издание, твердый переплет. Там что 50 гривен, два экземпляра там лежат, да? Да. А, откуда-то из два почему-то. Ну потому что мне всего дали... Один продал по недавнам. Мне всего дали их 20 штук и сказали, это твой гонорар, делай, что хочешь. Вот до вас доехало три, один у меня уже... Вот, то есть их на самом деле-то очень мало. Издатель издал за свои деньги, но мне он дал всего 20 экземпляров, а остальное он забрал себе. То есть, ну, уже издатель. И он правильно сделал. Потом будете обращаться к ним дали. Вот, а потом понравится, я вам скажу, допечатай, а вот теперь это стоит столько. Таким прескурант, на самом деле. Может быть, оно так и должно быть, может нет, но сейчас важно то, что книга существует, и два экземпляра, по крайней мере, желающие могут купить. Да, и вот, собственно, стихотворение, которое я хотел бы закончить, оно завершает, собственно говоря, и поэтическую подборку в этой книге. Про прозу ничего не говорил, скажу только то, что она о тех же вопросах говорит и, собственно, с теми же идеями. Любая сложность, которая возникает в нашей жизни, дает нам возможность стать сильнее. Но воспользуемся мы этой возможностью или нет, это уже зависит от нас. Когда сомнение печать ты вырываешь из-под кожи, Когда прощаться и прощать уже почти одно и то же Когда устанешь говорить, отбросив призраки повтора Когда уже не рвется нить по окончании разговора Когда, как ветром унесен забытый запах перевала Ты говоришь себе Ну все А это только лишь начало Спасибо большое Это как бонус, серый город промерз, пожалуйста А, да, я его подсмотрю, потому что Да, я его с удовольствием Можно вторым бонусом присмотреться? Сейчас, сейчас Мы еще не задерживаем тут никого по времени Я надеюсь, нам До восьми Нам скажут Ну я просто не знаю Я просто не знаю Еще часа два можно сидеть Все, конечно Кто с ховном? Сами вышли? Нет, на самом деле Любое, ну все-таки что-то однажды оно должно и завершиться Потому что должно быть все-таки ощущение целостности Но тем не менее я не могу не выполнить Серый город промерз Каждый третий хрипит и простужен Мечество ночи врывается в каждую щель Будет нужно, звони мне А если не будет Не нужно Просто так Не получится Или не стоит вообще Покупаю лимон Для себя, для кого-то Не знаю Просто хочется чаю А к чаю чего-то еще Заходи, если что-то И лед намерзает по краю Недосказанных слов И не будет уже горячо Даже если зайду Лед сомнений не станет расколот Я хочу Не по делу Не если А так Не взначай Я несу свой лимон Через серый Простуженный город Потому что здесь Кто-нибудь Пьет в одиночестве Чай Я потом Нет Ты мне потом скажешь Почему именно тебе Захотелось Чтобы я прочел Именно эту вещь Мне тоже А А Понял Давайте Вот я Ня-ня-ня Закончу Хорошо Вот сейчас Этот Не закончу Нет Ну правда Ну надо Закончить Ну я тоже Забавно видеть Как открыв едва лишь Свои глаза Вместившие весь мир Ты несколько минут Соображаешь В какой сегодня Ты из двух квартир И даже запах кофе Не разбудит Пока звучит Вопрос из темноты Так кто же рядом Кто Тебя так любит Или же тот Кого так любишь Ты Потом конечно Милый С добрым утром Не выспалась Что значит Почему Я буду нежным Добрым Даже мудрым Но знать бы Что ты говоришь Ему Когда вот так же Из-под одеяла Ты думаешь Ага Сегодня он Неужто то же самое Немало Неужто тем же голосом Резон А может все же Мне чуть-чуть теплее И в голосе Чуть больше огонька Чуть-чуть приятней Поцелуй на шее Чуть-чуть нежнее На лице рука А после кофе Стоя у порога Ты говоришь С неловкостью стыда Сегодня буду дома Ради бога Домой понятно Но домой куда А я молчу И как психолог Профи Я шлю проклятие Эдакой судьбе Чей дом Где ты Завариваешь кофе Или где кофе Подают тебе И столько чувств Мгновенно поражают При мысли Что расходятся пути Так где твой дом Где ждут И провожают И провожают Или же там Где Не дают Путь На сутки Потому что Я написал стих Который Собственно говоря Не 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 Стих этот Собственно поставил Все на место И я успокоился Но перед тем Как его написать Реально Это как ты говорил Два дня под матрицей Ходил Да Вот так я Два дня Подняняня Текст был Но что страшнее Всего Другой язык Язык Толстого Древняя воронка И я сижу В ней Преданность Храня И вдруг Двадцатилетняя девчонка Сказала мне Что я мол Я няня Я застыл Как будто У обрыва Так Обо мне И это все Не сны Но зацепила Искренность Порыва И я решил Взглянуть Со стороны Да Мир Иной В отечестве Пророка Искать не стоит Свет Не за горой А та Что так сказала Любит блока И Бродского Цитирует порой И мир ее Не болен Не простужен И жизнь ее По прежнему Права Она Ничем Не лучше И не хуже Она Иная Как ее слова Она поймет И слово И значение Она найдет И смысл Его И суть Но иногда Пока Под настроение Пусть будет Не-не-не Не без суть И пусть Мой стих До хрипа И до дрожи В других словах Живет Но черт возьми Я счастлив тем Что для кого-то Тоже Я иногда Бываю Мими Спасибо большое Я не сомневаюсь Что я не последний раз В вашем замечательном городе Я искренне рад Тому Что вот такой Диалог Триал В общем Многолок Существует уже много лет И мне очень приятно Что стихи Слово Музыка Вот они так вот Пересекаются И создают уже Что-то новое Иное И дай бог Чтобы этого иного Было Больше товаров Хороших и разных Да И Наталье И Сергею Спасибо Они принимали Больше всего Участия В моем появлении Здесь Вот Поэтому вам Отдельное спасибо И до новых встреч В вашем замечательном городе Ну или вы к нам Так как мы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому